Музыка Хотелось бы уточнить одну старую сентенцию господина Семина про два отечества. На самом деле два мира. Один мир это наша с вами реальность, где российские школьники опять выиграли международную олимпиаду по физике, привезя 8 золотых медалей, где коллега Кананыхин рассказывает о проекте новой русской космической станции и двух вариантах ядерного буксира «Зевс», где Росатом контролирует более половины мирового рынка АЭС, где активно развивается ледокольный флот России, где у России есть гиперзвуковые ракеты и лазерное оружие, а больше ни у кого нет, где Россия первой изобрела три вакцины от коронавируса, причем лучшие, где Ростсельмаш активно наращивает поставки сельхозтехники в Европу и не только, где Россия добилась самодостаточности и на рынке продуктов питания и теперь входит в число крупнейших мировых экспортеров зерна и мяса. Второй мир в головах вместо левых клоунов, где науки нет, образования нет, промышленность и сельское хозяйство уничтожены, медицины нет, кругом руины и нищета. И чем дальше во времени, тем меньше общего между этими двумя мирами, тем меньше связи с реальностью в головах косплееров в картонных буденовках. Тут Костя Семин выпустил очередной ролик, где опять написал сам себе письмо. На этот раз от имени жителя Донбасса и где снова безостановочно врет. Говорит, что в ДПИ, Донецком политехе, дипломы не российские. Врет. Говорит, что ДМЗ не работает. Врет. Мы в свое время постили даже новость о том, что производство запущено и продукция идет на экспорт. Как обычно, тлен и безысходность. Капитализм убивает. В особенности, он убивает куриный мозг вместо левых косплееров. И в комментариях сотни радостных воплей укработов. Вот он, русский мир. Только вот в реальности экспорт из ДНР за прошлый год превысил 50 миллиардов рублей. Конечно, еще не довоенный уровень, но уже немало и будет больше. Вот что пишет про ситуацию в Донецке реальный репортер. С лицом и именем Виталий Ткач. Процитирую. Что важнее, помимо журналистов, в Донецке и Луганске все чаще показываются высокие гости из столицы. В том числе депутаты Госдумы России и секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак, который, согласно имеющейся информации, поставил президента России Владимира Путина в известность о ситуации в республиках. Эти визиты, договор о сотрудничестве между Единой Россией и Союзом Добровольцев Донбасса, принятие доктрины русского Донбасса, а также ряд других прямых и косвенных признаков свидетельствуют о попытках выработать новую парадигму взаимоотношений между республиками и Россией. В ДНР экономическая повестка уже почти не отстает от политической. Денис Пуширин то в доменном цеху, то в поле с аграриями, то на крышах многоэтажек. Есиноватский машиностроительный завод ЯМЗ, завод холодильного оборудования Донфрост, завод электроисточник Донбасс Агромаш и ряд других предприятий изготавливают продукцию, востребованную как в ЛДНР, так и в России, а также странах СНГ. В случае, если удастся навести порядок в промышленности и возобновить кооперацию между отраслями, а также привлечь инвестиции для модернизации предприятий, Донбасс вполне может стать снова зажиточным. Конец цитаты. Как-то не похоже на кругом безнадега и разруха, согласитесь? Список работающих заводов постоянно растет, но об этом, конечно, не рассказывает канал 1плюс1 Коломойского, а Костя, судя по всему, только его и смотрит. Вместо левые почему-то считают, что если много и безостановочно врать, как все плохо в России, то это как-то приблизит наступление коммунизма. На самом деле все строго наоборот, и это путь в никуда. Во-первых, их постоянно ловят на вранье, это отталкивает людей и дискредитирует само понятие коммунист. Во-вторых, они проводят искусственный отбор в своих рядах, в результате чего там остаются только неудачники и жители незалежной. Власть в это время проводит марафоны знания, куда приглашают людей типа Стива Возника. Как вы думаете, куда потянется умная и творческая молодежь? К созидателям или к нытикам? В-третьих, они закладывают своим сторонникам ложную мысль – ничего делать не надо, все и так разваливается. С влажным продолжением, а вот когда окончательно развалится, то мы наденем кожаные куртки и буденовки, и как начнем всех стрелять из маузеров и наганов. Даже если теоретически допустить, что эти мечты сбудутся, то кто будет строить коммунизм, если они всех инженеров и управленцев постреляют как буржуев, а сами они даже вилку в розетку вставить не в состоянии. Хотя даже репрессии – это достаточно сложный процесс, который нужно организовать, но нынешние косплееры и с не справятся. Впрочем, под этим видео они привычно напишут что-то про охранителя и успокоятся, забывшись в зыбком сне, где им будут сниться, как они мстят всему буржуйскому миру за свою ничтожность, и они будут радостно повизгивать от удовольствия. А пока революционеры в картонных буденовках пребывают в психическом расстройстве, Россия строит 18 сверхкрупных мегазаводов, реализует трехлетний план с беспрецедентными масштабами государственных инвестиций и развивает свою космическую программу. А что вы думаете по этому поводу? Пишите пожалуйста в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал.